Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 27 мая, самый разгар работ в моих теплицах, в которых я высадила томаты рано. Тут у меня и полив, и посынкование, и подвязка, и фрагментарное удаление листьев, у каких сильно большие листовые пластины. И во время работы я с вами делюсь впечатлениями о своих новых сортах. Вот эта теплица почти все сорта новинки. Во время полива я 4 сорта уже описала, сделала видеообзор куста и листа. Сейчас, во время посынкования и прополки, я рассказала про сорт сладкую, свеклу, про которую я честно призналась. Вот это мое мнение, что в теплице она может доставить проблемы очень большие листья. Сейчас покажу. Очень большие листья зеленые. Подождите, пройдем. Она вся раскопустилась. И вот у таких листьев я фрагменты листьев обрезаю. Но про нее я рассказала в предыдущем видео, а сейчас будет рассказ о томате красочная слива, который наоборот поражает большим количеством завязей, а листьев у него не очень много. Красочная слива это тоже новинка. Вот она у меня. Сейчас скажу. Подождите. Так, так, так. Вот. 1053 под номером в каталоге. Красные выделены. Это те, которые я уже описала. Всю информацию о них. Все, короче, они уже изучены. И вот подойдя к кустику, мы видим, особенно заметит тот, кто предыдущий видеоролик смотрел, о сладкой свекле, он увидит, какая разница между листьями и между строением кустов. Если про сладкую свеклу я говорила, что они вот так вот идут сплошным прям, ну вот сплошной, как бы, как зеленая изгородь, то красочная свекла, видно, что между ними вот хорошие такие пространства. И тут уже видно, что листик совсем, строение листа совсем другое. Видите, какое редкое. Вот такие томаты, слабо облицовленные, идеальный вариант для выращивания в теплицах. Вот. Но сейчас мы опустимся, и я покажу вам те завязи, которыми я была порадована и удивлена. То есть в конце мая красочная слива очень-очень много навязала плодов. И она еще, естественно, она будет еще вязать, потому что, видите, у нее вот макушечки все-все-все. И в конце мая при одинаковых датах высадки она у меня почти достигла того размера, каким она будет. Но я еще дам сантиметров 15 порасти, и все, я буду ее вершковать. Подробное описание всех сортов, вот, например, данного сорта, про который я рассказываю, Можете прочитать под видео в моих комментариях, там все узнаете про этот томат. А я сейчас хочу показать вам именно... Так, вот она. 1053, красочная слива. Идем сразу... А, там есть еще первая. Ой, вот смотрите, там, вон она, внизу далеко. Это была первая кисточка. Вот это вот вторая кисточка. Поднимаемся дальше. Вот это вот третья кисть. Так, четвертая и пятая маленькие только-только завязались. И вот они тут стоят рядом. Такой результат у всех, у всех кустиков. Вот она она. Кстати, про нее хочу интересный факт вам рассказать, что на одном кусте, даже на одном кисти, может быть вот такое вот, как немножко сердцевидный плодик, и может быть плоско-округлый. Это вот такая изюминка сорта, что она может дать плоды разных форм одно и то же растение. Так, вот этот кустик проверяем. Так, на первый там три помидорки. Тут раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть, вторая кисть. Третья кисть маленькие. Четвертая кисть тоже небольшие. И вот эта вот пятая кисть завязывается. Вот представьте, томат сегодня 27 мая. Томат в конце мая, куст один томатный завязал, по четыре, по пять кистей. И у нас были... Ну как, эти томаты, я сразу говорю, они растут в неблагоприятных условиях. Сначала я их высаживала, было очень холодно. Потом был длительный период такой очень жаркий. Тут выше 40 градусов было. Значит, я делаю вывод и делаю пометочку вот об этом томате, что томат красочная слива, хорошо завязывается в неблагоприятных условиях. Куст малооблиствленный, лист пониклый. Сейчас покажу. Видите, он такой с редкими листовыми пластинами, пониклый. Сквозь него проходит солнечный свет. Он не загораживает солнечные лучи. Соседям не мешает. Идеальный сорт для выращивания в теплице. Это на заметку тем, кто подбирает сорта хорошие, идеальные для выращивания в теплице. Если вы поищите о нем информацию в интернете, то прочитайте и удивитесь, что в довершении вот ко всем этим положительным качествам он еще имеет красивые плоды с разноцветной такой, с калейдоскопом на разрезе. И очень сладкие, очень высокие вкусовые качества. Я в прошлом году на пробу выращивала, если честно, один куст для меня, он уже не совсем новинка. Но вот я была от него в восторге. Потом будет дегустация. Вынесу окончательный вердикт. Но я уже знаю, что этот сорт хороший и урожайный, и вкусный, и ненаглый. Ведет себя очень скромно в теплице. Все, до свидания. Продолжение следует...